У супругов Сергея и Юлии собственный бизнес. Они печатают на заказ рекламно-полиграфическую продукцию. Десятки расходных материалов – бумага, пленка и пластик. Супруги закупили японское оборудование и все делают сами. Они и грузчики, и дизайнеры. Даже принять бухгалтера или юриста – непозволительная роскошь. Нет, у меня нет ни бухгалтера, ни юриста. И, конечно, такие, как я, представители малого предпринимательства, сталкиваются с тем, что при отсутствии бухгалтера, юриста, тем не менее, мы должны сдавать и бухгалтерскую отчетность, и платить налоги. И, конечно, вот эту документацию, все эти отчеты нужно готовить. Основные расходы уходят на аренду помещения и уплату налогов. А еще амортизация станка, расходы на холсты и краски. Сейчас большой спрос на наклейки для шипованных автомобилей. Себестоимость краски и пленки где-то в районе 15 рублей выходит. Ну, еще, естественно, сюда плюсуется аренда и зарплата работника. Считать деньги они умеют, хотя нюансов для подсчетов очень много. Чтобы подготовить отчет в налоговую, пенсионный фонд и фонд социального страхования, Юлия приходит в ассоциацию малого и среднего предпринимательства. Здесь любой сызранец может бесплатно получить консультацию о налогах и бухгалтерии для успешного введения дел. Тем более, что с Нового года для предпринимателей, работающих в рамках единого налога, на вмененный доход грядет повышение налогов. Увеличение налога будет значительным. И здесь я хочу сказать, что Самарское правительство идет навстречу предпринимателям. И на сегодняшний день существует 63 вида деятельности, которые могут вестись в рамках патентного режима налогообложения. На средства из бюджета города специалисты помогают составить бизнес-план и отправить отчеты в налоговую и пенсионный фонд. Подбирают для предпринимателя самый оптимальный режим налогообложения. Приведу один пример, что если вы ведете торговую деятельность и ваша площадь выше, чем 12 квадратных метров, но менее, чем 50 квадратных метров, это однозначно по всем показателям нужно переходить на патентную систему налогообложения. В ассоциации подчеркивают, что нормативные акты меняются каждый месяц. Главное, чтобы предприниматели знали о том, что их готовы бесплатно поддержать с помощью городской программы. Кстати, одно из лучших в Самарской области. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов. Вести детально. Продолжение следует...